Эта история произошла много лет назад, когда я был еще студентом. Летом во время каникул я и три моего друга решили отправиться в поход по Западной Украине. Причем предполагалось некоторое расстояние проехать на поезде до определенного населенного пункта. Часть пройти пешком по горам, часть проплыть по реке на надувной лодке. В общем, задумали, сделали. Доехали до села, затарились провиантом и пошли пешком через лес к реке. С собой у нас была карта, но, наверное, не очень качественная. Шли мы долго, близился вечер реки, возле которой мы планировали привал, но указанном месте на карте не было. По тропе, к которой мы шли, навстречу нам появилась бабка, весьма не по-летнему, тепло одетая. Мы уже устали и решили спросить бабку, далеко ли до реки идти. Она нас внимательно оглядела и сказала нечто вроде, что никакой реки, мол, нет. А мы, мол, хлопцы, домой возвращайтесь лучше, потому что здесь ходит черная кошка, которая вас поест и попьет. Решив, что старушка выжила из ума, мы посмеялись и пошли дальше. И действительно, скоро вышли к реке, которая все же была неправильно отмечена на карте. Поставили палатки, надули водку, приготовили ужин. Ну и по случаю долгожданного отдыха распили бутылку портвейна. В общем-то, мы были скептики, четыре здоровых спортивных парня, выпили эту бутылку портвейна. Большая часть причем пришлась на друга моего Генку, назовем его так. В общем, как вы понимаете, никакого опьянения не было. Посидели возле костра, попели под гитару песни и стали укладываться спать. Но палатка у нас была двухместная. И Генка вызвался ночевать под открытым небом в надувной лодке, чтобы ему никто, мол, в ухо не храпел. Заснули быстро, сказалась физическая нагрузка в течение дня. А дальше произошло вот что. Посреди ночи нас разбудило громкое мяуканье. Скорее, даже не мяуканье, а кошачье залывание. Звук шел по нарастающей, с модуляцией. В общем, мурашки по коже шли. На небе было лунно, и по палатке двигалась тень крупной кошки. И кошка эта не только прохаживалась вокруг палатки, но и делала попытки продрать ткань когтями. В общем, мы отчетливо видели изнутри палатки тень крупной кошки. Единственная мысль, пришедшая нам в голову, когда мы сидели в палатке, смотрели на это, была мысль о генке, который спал снаружи. Но нам вспомнили слова странной бабули, и, честно говоря, мы так испугались, что были неспособны что-либо предпринять. Кошка выла, скребой с палатку, почти до рассвета. Но, благо, летняя ночь короткая. В общем, после того, как все затихло, мы выползли из палатки. И что мы увидели? Генка лежал на траве. Абсолютно раздетый. Вещи были рядом, сложены кучкой. А надувная палатка пропала вовсе. В общем, общими усилиями мы его разбудили. Оказалось, он ничего не совершил. И вообще не понимает, что случилось, из чего мы так пересрали. Лодку мы искали где-то полчаса. Нашли ее в неожиданном везде. Она висела высоко на дереве. В общем, с трудом ее удалось снять. Да вот, собственно, и вся история, которой объяснений, по сути, и нет. Но вот что интересно. В этом же году Генка умер. Отлитьте мне.